Здравствуйте, уважаемые участники вебинара. Мы снова встречаемся, проводя цикл, посвященный космической антропоэкологии как новому направлению в развитии на сферы. Сегодня наша третья встреча, она посвящена важнейшей проблеме, которую мы рискнули назвать гелиогеронтологией в эпоху космопланетарных и климатических изменений. Сам термин гелиогеронтология, конечно, может быть спорным, и он новый, это терминологический ввод, но он потихонечку уже усваивается мировым научным сообществом, принимается. А почему возникли такие споры вокруг этого понятия гелиогеронтология? Нам с вами предстоит сегодня разобраться. Мы посвящаем сегодняшнюю встречу светлой памяти академика Владимира Петровича Казначеева, прежде всего, и очень важной дате в истории космоплавания, так назовем, 55-й годовщине первого в мире полета человека в космос. Но академик Казначеев говорил, что, по сути, хронология, он не любил термин «освоение космоса». Он говорил о том, что с момента появления человечества на Земле, с момента начала стартапа развития нашей цивилизации, все мы стали космонавтами. астронавтами. Все мы на маленьком космическом корабле выполняем свой стремительный полет, не замечая тех скоростей, с которыми мы пробираемся сквозь термин звезд. Конечно, началом жизни нашей Солнечной системы является Солнце. Именно в Солнце кроется загадка на пути поиска уникального средства макрополоса. Как замедлить скорость старения, и, казалось бы, ну, а при чем же здесь Солнце? Оказалось, что очень, очень даже при чем. Давайте обратим внимание на этот слайд. Вокруг нашей Земли очень серьезная природная защита, которую называют магнитосферой. Это та магнитная оболочка, которая первая встречает поток солнечных частиц и отражает его. Большую часть энергии гасит именно в верхних слоях магнитосферы. Но проблема состоит в том, что с начала этого столетия полный вектор индукции геомагнитного поля стремительно уменьшается. В среднем примерно на 70-80 нанотесл в год, если брать усредненные данные разных авторов. Что это означает? Что наша планета оказывается все более и более беззащитной по отношению к устремляющимся потокам солнечных и галактических частиц. На следующем слайде показана схема развития этой ситуации. Мы видим, что в момент, когда магнитное поле Земли начинает ослабевать, все глубже и глубже в верхние слои атмосферы начинают проникать протоны разных энергий. Именно протонам, солнечным и галактическим, уделяется особое внимание в скоростях взаимодействия метаболических процессов в живых системах и вселенских процессах. Необходима система космофизического мониторинга этих частиц. На этой схеме они ранжированы по следующим признакам. Галактические космические лучи – это лучи с энергией более 100 мэф. Солнечные космические лучи и радиоизлучение Солнца. Секторная структура межпланетного магнитного поля – тоже очень важный фактор, в котором в своем движении по Вселенной оказывается наша планета. Следующий очень важный фактор этого мониторинга – скорость солнечного ветра, условно солнечного ветра, то есть того потока солнечных частиц, которые при энергопроцессах вырываются и устремляются к Земле. Их условно называют солнечным ветром. Важный фактор также – температура и ионизация космической плавы. И вот мы говорили – геомагнитная индукция, которая защищает биосферу от жестких воздействий нашей среды. Чтобы оценить эффекты этого воздействия, биотропные эффекты, в нашем институте была разработана программа, которая называется программа «Гелиос». Вот те факторы, которые я назвал, в алгоритме этой программы были ранжированы. Здесь магнитное поле Земли, вы видите, межпланетное магнитное поле, радиоизлучение Солнца, число Вольфа – это число активных областей на Солнце, площадь солнечных пятен и число магнитных пуль. Алгоритм программы «Гелиос» предусматривает распределение рангов по силе этих факторов в различные периоды внутриутробного развития. Это новый ход в алгоритме программы. Здесь вы видите, что мы рассматриваем периоды до расчетной даты зачатия, дальше идем по неделям, от первой недели внутриутробного развития до восьмой недели внутриутробного развития и переходим на лунные месяцы, достигая даты рождения. По заключению этой программы мы видим, какой силы и какие факторы и в каком сочетании приходились на ту или иную неделю или месяц внутриутробного развития. Речь идет о феномене, который мы назвали феноменом гелио-геофизического импринтирования, запечатлевания живыми системами, того сочетания солнечных и космических факторов, которое пришлось на конкретный период внутриутробного развития. Чтобы было понятно, на одном из примеров я покажу. Вот возьмем третий лунный месяц. Магнитное поле Земли было в ранге 6, почти максимальное воздействие. Межпланетное магнитное поле было в условной фазе 1. Радиоизлучение Солнца было не таким интенсивным. Ранг 2. И число Вольфа, число активных областей на Солнце, было средним. Но вот конкретный человек, эмбрион, скажем еще так, но уже человек, на третьем месяце внутриутробного развития начинает стартовать его сердечно-сосудистая система. И вот эти неповторимые сочетания факторов, развивающиеся сердечно-сосудистой системой, запечатлеваются на всю будущее по отношению к этому эмбриону жизни. Именно эти факторы оказываются важнейшими для стратегии жизнеобеспечения конкретного человека, для стратегии его здоровья, и составляют ряд угроз, которые тоже существуют. Мы сейчас разберемся с некоторыми из этих угроз. Вот это заключение, о котором я говорил, по программе Гелиос, впервые было показано на всемирной выставке Экспо-92 в Севилье. Вы видите эмбрион в виде макета, как космоплавателя, здесь он плохо виден, да, который как пуповинный связан с той или иной солнечной космической стихией. И в зависимости от результатов заключения по программе Гелиос, которое я вам уже показал на компьютере, да, высвечивается тот или иной ранг рисков, степень зависимости конкретного человека от того или иного солнечного космического фактора. Это очень важный момент, и когда мы впервые сказали об этом на этой выставке, то вот этот стенд в Пабильоне России был такой огромный наплыв посетителей, что были вынуждены огородить его, потому что была угроза просто лишиться этого стенда. В чем же здесь секрет вот такого притяжения к партитуре солнца? Давайте разберемся. Это наши эксклюзивные данные нашего института совместно с лабораторией гелиоклиматопатологии научного центра клинической и экспериментальной медицины, которая существовала до 2010 года. Мы говорим с вами о гелиогеронтологии, поэтому, конечно, на Сиапсис показаны возрастные группы. Возрастные группы от 30 до 50, 51-70, 71-90 и 91 год и старше. То, что классически относят к категории долгожителей. Но ракурс нашего научного видения здесь другой, в отличие от классической геронтологии. Вы уже знаете программу Гелиус, я вам ее показал. Вот здесь показаны конкретные величины солнечных факторов, с которыми встретились группы разновозрастные на разных этапах нутриотропного развития. Вот представьте, один месяц до условной даты зачатия, а уже идет импринтирование. Первый месяц нутриотропного развития, желтый столбик на гистограмме, импринтирование, запечатлевание продолжается. Третий месяц нутриотропного развития, мы уже о нем говорили, очень важный для функциональной зависимости сердечно-сосудистой системы. И вот мы видим, каково уже распределение этих зависимостей, и видим значимые различия между разными возрастными группами. Вот этот порог. 70 лет и старше 70 лет. Эти две группы, старше 70 лет и конкретно долгожителей, они похожи по распределению этих зависимостей. Что мы нашли? Вы видите на этой гистограмме, что те люди, которые добрались в своем индивидуальном развитии до 70 лет и продолжают успешно развиваться, у них совершенно конкретная внутриутробная ситуация, связанная с минимальным воздействием солнечных факторов в большинстве рассмотренных периодов. Не только в эти месяцы, здесь просто примеры. Эта зависимость характерна и для всего периода внутриутробного развития. То есть, вы видите, почти в два раза было воздействие солнечных факторов в рассмотренные периоды, которые и обеспечили возможность добраться до порога долгожительства. Краткий вывод из этого, что больше шансов дойти до долгожительства оказывается у тех людей, которые в периоде внутриутробного развития испытали не минимальные, но, скажем, меньшее воздействие солнечных факторов. Ну, как-то природа немного несправедливо поступает, потому что только лишь 30-40% людей развивается в период минимальной и чуть выше минимальной солнечной активности. А остальные 70% они как раз внутриутробно развиваются в период бушующей солнечной и магнитной стихии. Что делать этим людям? У них как бы меньше шансов жить дольше. Вот такая несправедливая природная закономерность. Мы пытались смоделировать ту ситуацию, о которой мы с вами говорили и разобраться с тем, как преодолеть эту условную несправедливость. Мы разработали систему ослабляющую магнитное поле Земли, многократно ослабляющую. Мы уже говорили об этом подходе в наших предыдущих вебинарах. Мы назвали этот комплекс Космо-Биатрон. Здесь вы видите ту часть, которая выполняет задачи компьютерного прогнозирования. Мы с этим разобрались. А вот эта установка она моделирует ту ситуацию, в которой оказывается все человечество в настоящее время. Ослабление магнитного поля Земли. Эта установка позволила испытать воздействие этого фактора, ослабленного магнитного поля Земли, с точки зрения его эволюционных последствий для человека. Работали группы волонтеров, которые в течение трех месяцев в щадящем конечно режиме, находились по 30 минут в этой установке и в установке имитирующей ослабления, то есть по форме идентичной, но по сути установки плацет. Что получили? Получили очень важную, закономерную, которая позволила говорить о феномене гелиофизической экспрессии генов. Потому что наши волонтеры были ранжированы по выраженности, по особенностям генетических маркеров. Ген D4, например, который отвечает за контроль дофаминовой рецепции. Или возьмем ген B1, который отвечает, контролирует функции сердечно-сосудистой системы. На этой схеме показано, в чем выражается этот контроль? Этот контроль выражается за функциями психофизиологических параметров, за функции дыхательной системы и сердечно-сосудистой системы, за контроль за гормональным статусом и за параметрами газоразрядной визуализации. Обратим внимание на столбик 2. Столбик 2 говорит о том, что в условиях ослабления магнитного поля усиливается контроль группы генов B1 за параметрами сердечно-сосудистой системы на примере уровня артериального давления. Но что еще особо важно, мы видим, что в значимую схему, которую мы рассчитали с учетом данных института математики, она называется дерево решений, в эту значимую схему зависимости попала ситуация, складывающаяся в периоды внутриутробного развития не самих испытателей, а внутриутробного развития их матерей. Это значимые данные. То есть, та обстановка солнечная, которая была, когда внутриутробно развивались организмы матери испытуемых наших, то есть предшествовавшего поколения, была запечатлена организмом материи, и в момент очень важного стресса, ослабления магнитного поля, эта память была включена и произошла экспрессия генов, в том числе гена B1. Это немножко сложный для интерпретации фрагмент, но надеюсь, что мы его с вами преодолели. Перейдем к следующему моменту. Он будет попроще в интерпретации, он опять касается возрастных аспектов, возрастных аспектов в трех группах до 50 лет, от 50 лет до 59 и 60 69 лет. Рассматривается зависимость средней величины свертываемости крови у больных с артериальной гипертензией. Мы говорим, что включается при ослаблении магнитного поля фактор, регулирующий уровень артериального давления ген B1. Я напоминаю предыдущий слайд. И вот мы видим, что в условиях рассмотрения как зависит средняя величина свертываемости крови от возраста с одной стороны, а также от момента, когда наши пациенты, так же как волонтеры, оказываются в ослабленном магнитном поле. Это вот розовые столбики. Как изменяется свертываемость в момент кратковременного нахождения в космобиатроне в условиях ослабленного магнитного поля. Во-первых, мы видим, что свертываемость с возрастом возрастает. Это явно. И угроза тромбообразования тоже, естественно, больше у лиц старших возрастных групп. Но вот в возрасте от 60 до 69 лет отмечается значимое уменьшение свертываемости при кратковременном ослаблении магнитного поля Земли. Мы увидим сейчас развитие этого результата на следующем слайде. он показывает зависимость этого параметра свертываемости крови от различных солнечных факторов. Радиоизлучение Солнца, площадь солнечных пятен и интенсивность протонных компонентов солнечного происхождения. Мы видим, что значимая зависимость свертываемости отмечается уже в возрастной группе 40-49 лет. Значимая связь интенсивности протонов от и скорости и свертываемости крови. Дальше в других возрастных группах мы видим, что проявляется расширенный спектр этих зависимостей. Нет зависимости от протонов, но есть зависимости от радиоизлучения Солнца и интенсивности этого радиоизлучения оцениваемого по площади солнечных пятен. Мы видим значимые корреляционные зависимости свертываемости от интенсивности солнечных факторов. То есть угроза, риски развития тромбообразования возрастают при большей интенсивности солнечных факторов. отметим, что в условиях ослабления магнитного поля остается значимая зависимость, но она несколько снижается. Я уже говорил, что возникает важнейшая цель. Как обезопасить, как дать больше шансов людям, которые родились и внутриутробно развивались при высокой солнечной активности, здесь явно необходимо было решить задачу гелио- геропротекции. поиска тех средств без лекарственных средств, которые бы обеспечили такую защиту и уменьшили риски гелиозависимых заболеваний и обеспечили большую продолжительность жизни человека, которым не повезло в кавычках внутриутробно развиваться при минимальной активности сон. Был найден целый комплекс средств. мы пошли путем, когда не только человек оказывался в этой гипомагнитной установке, как я показал вам на предыдущих слайдах, мы решили пойти дальше и поместить в гипомагнитную установку, которая получила название Тродер, поместить уже воду, как кондактор тех воздействий, мы как бы воду отправляли условно скажем в открытый космос. Я не буду раскрывать вам всех ноу-хау того, что, сколько там нужно находиться, но вода после нахождения в этой зоне приобретала свойства гелио, а дальше мы говорим и геропротектора. И дальше она должна была прийти к людям, эта вода. Давайте разберемся, что же за такие новые качества эта вода приобретала. В условиях геомагнитной депривации мы видим совершенно новую структуру воды, если рассмотреть ее в поляризованном свете под микроскопом. Это контрольная вода, здесь вода, вернее, контрольная вода с мелкой структурой, слева это вода, которая побывала в открытом космосе. Видите, как уже кластеры даже вооруженным глазом, но уже видно, как изменилась кластерная структура воды после такого условного космического путешествия. С использованием данных, современных данных, которыми обладают ряд институтов в Москве, это институт гигиены имени Сысина, с использованием методов высокоэффективной хроматографии, было показано, обратим внимание на красные столбики, что в отличие от контроля или от исходных позиций, обработанная вода приобретает устойчивую кластерную структуру. Это данные объективные регистрации тех перемен, которые происходили с водой. Опять-таки в этом институте, по данным нашего коллеги Санна Степанова, было показано, что содержание очень важных радикалов пероксид анионов в контрольной воде и в воде опытной, пришедшей к нам после космического путешествия, значимо отличает. То есть, это совершенно уже другая вода, сохраняющая, ну, говоря, символически свою образную, вернувшая свою образную космическую сущность. Дальше начинаются этапы испытаний этой воды и, конечно, сначала начинаются эти испытания на растениях, которые вообще не могут жить без воды, которые являются автокрофами и вы здесь видите примеры двух групп. Вот контроль, который мы рассматриваем на разных этапах испытаний. Вот на этом этапе растения лишаются света, лишаются тепла и контрольные растения останавливаются в развитии, испытав такой суперстракт. А это наша экспериментальная группа растений, для полива которой использовалась та вода, о которой мы уже говорили. Во-первых, уже на разных этапах исследования мы видим, что растения обгоняют даже на глаз в развитии своих контрольных собратьев. Но самый главный свой прист на этом этапе. Мы лишили растения света и тепла, а они не только не остановились, они получили как бы другой источник, автотрофного питания. Того питания, они и сами являются автотрофами, но они усилили свои автотрофные резервы и не только не остановились в развитии, но и ускорили его. проведя коллекционную зависимость между скоростью роста растений в двух группах, мы видим табличку слева, мы видим контрольную группу и группу опытную, и зависимость скорости роста, то есть скорости анаболических процессов или биосинтеза, белкового синтеза, зависимости этих скоростей от протонов, о которых мы уже говорили, разных энергий, различия очень значимы и на глаз. Повторю, контрольный ряд и ряд вот наших растений, которые хлебнули автотрофной космической воды. Значимая корреляционная связь всех анаболических процессов, белкового синтеза от протонов всех энергий. То есть это является одним из косвенных, но прямых намерно тоже доказательств развития автотрофных свойств этих растений. На следующем этапе это уже животные. Это крысы. Наши верные помощники, я имею ввиду ученых и великомученики на этой стезе. В данном исследовании крысы фистов, контрольная группа и опытные две группы принимали обычную воду, воду обработанную по нашей технологии голограммы и напрямую испытавшие голографическое воздействие. Голограммы, мы будем о них говорить как об одной из наших новых технологий подробнее на следующем вебинаре, поэтому здесь я не буду останавливаться подробно, но мы используем водоголографический путь трансляции информации. В данном случае использовалась голограмма, содержащая информацию о конкретном гормоне, тестостероне. Мы сегодня с вами говорим о старении, о скорости старения. Вы знаете, что маркерами такого старения является содержание гормонов, ну и прежде всего для мужского организма, конечно, тестостерона. Вот посмотрите внимательно, если вы сможете увидеть немножко мелкие таблицы показаны. Вот контрольный уровень тестостерона у животных, которые не принимали. В среднем 4 единицы возьмем. А вот мы видим две опытных группы, которые принимали воду и принимали светоголографические ванны через голограмму, которая содержала код тестостерона. В отличие от контроля мы видим увеличение более чем в 3 раза. То есть организм животных за трехнедельный курс приема воды или светоголографических ванн начал заново синтезировать тестостерон. Это очень важный вывод. Потому что здесь мы говорим о животных, которые очень лимитированы по продолжительности жизни. Крысы живут не более скажем 2 лет. И вот получается, что на том этапе эксперимента, о котором мы говорим, им был 1 год 2 месяца. Тестостерон они уже практически не потеряли, но он резко снизился. А перейдя на наши средства, мы дали новую возможность. Мы очень осторожно и не говорим об омоложении, но о замедлении старения на этом этапе, с использованием этих средств, говорить наверное уже правомочно. Чтобы не обучить вас табличными данными, еще немножко данных показывающих как изменяются анаболические процессы, биосинтез. Мы с вами говорили по скорости роста растений, можно говорить о выраженности синтетических анаболических процессов. Теперь на примере животных мы видим, что в отличие от контрольной группы, те животные, которые получали нашу воду, увеличили биосинтетические процессы и это произошло с изменением вектора корреляционной связи таких параметров как масса тимуса, масса надпочечников, тимуса и надпочечников в зависимости от уже любимых нами протонов разных энергий. То есть изменился вектор зависимости анаболических биосинтетических процессов и важнейших средовых факторов, к которым мы относим протоны. Еще очень важный доказательный слайд. Речь идет о важном маркере биологического возраста, которым считают соотношение стабильных изотопов углерода в тканях животных, в тканях человека, соотношение стабильных изотопов углерода 13 и 12. С возрастом мы теряем 13 углерод и теряем невосполнение. Поэтому если сделать массово-эконометрический анализ, можно четко определить реальный биологический возраст объекта по соотношению стабильных изотопов углерода. Обратимся к нашим данным того цикла, который мы с вами разбираем. Что произошло с биотермодинамикой у тех крыс, которые перешли на нашу автотрофную воду? Мы видим контрольный уровень соотношения стабильных изотопов углерода. А вот в одной из экспериментальных групп, которая принимала воду, побывавшую в открытом космосе, мы видим многократное увеличение соотношения стабильного изотопа углерода 13-го. И попытались разобраться, что же привело, каков механизм такого изменения биотермодинамики. Опять-таки обратились к корреляциям этих соотношений изотопов с электронами и протонами разных энергий. мы видим, что биотермодинамика, которая выражается в увеличении синтеза изотопа 13-го, вошла в значимую обратную зависимость от интенсивности электронов малых энергий. Это впервые мы получили такой факт, который можно отнести о зависимости биотермодинамики от конкретных космофизических факторов, имеющих такое прямое отношение к скорости старения. Пойдем дальше. Еще один очень важный момент. Здесь показано фоном, как теряется соотношение к содержанию стабильного изотопа углерода с возрастом. По оси обсесс показан возраст, как течет наша жизнь. Вот здесь мы видим, что вот мы уже почти не находим на этом этапе близко к 80 годам содержание изотопа углерода 13-го. А вот что происходит, если человек оказывается в гипомагнитной установке или начинает принимать воду, побывавшую в этой установке? Мы видим очевидное невероятное. Мы видим увеличение относительного содержания стабильного изотопа углерода 13-го. В контрольной группе этой зеленой пунктир, которая сопровождала подобного увеличения за три недели конечно же не произошло. Идем дальше. На следующем слайде пример реакции на эту гелио-геро-протекторную воду уже культура перевиваемая культура человека. Мы видим это данные нашего коллеги доктора Михайловой, которая отслеживала плотность клеточного монослоя в различные периоды в контрольной и различных тестовых группах, использовавших в качестве питательной среды нашу воду. Мы видим, что в контроле и в опытной и в опыте плотность отличается. И что очень важно опять-таки мы видим значимое увеличение общего белка в клеточных культурах по сравнению с контролем. То есть мы показываем, что биосинтетические процессы оказывается увеличиваются. Вот картинка самой ткани клеточной культуры, которая попробовала нашу гелио-гелопротекторную воду, условно говоря, она переживает так называемый клеточный ренессанс. Клетки бурно развиваются, им не хватает места в данном случае в поле зрения микроскопа. Еще один метод компьютерной диагностики, который использовали наши московские коллеги на компьютерной системе ОНИКС. Здесь показаны результаты, которые расчетным, конечно, способом показывают биологический возраст испытуемого человека до того, как он принял для питья всего лишь 150 миллилитров нашей обработанной воды. Через 15 минут после приема этой воды повторяется компьютерная диагностика по системе ОНИКС и мы видим, мы видим опять-таки один из очевидно невероятных факторов. Мы видим увеличение резерва биологического возраста, которое наблюдается через 15 минут после приема всего лишь 150 миллилитров этой воды. Конечно, мы должны сказать правду, что долго удержать это соотношение не удается и в течение дня, если больше не принимать эту воду, в течение суток возвращается к исходному состоянию. Но это всего лишь 150 миллилитров. Это реакция организма, но вот это давно ожидаемое человечеством средство макроколуса в кавычках. Идем в нашем повествовании дальше. Здесь мы обращаемся к данным наших коллег и обращаем ваше внимание к данным Олега Витальевича Сорокина о сопряжении тренда биологического возраста с рядом средовых факторов. Мы видим, в зависимости от того, какой фактор рассматривается, получаем либо серию значимых позитивных прямых корреляций либо значимых обратных корреляций. Но прежде всего давайте обратим внимание, ну вот атмосферное давление, которое мы все привыкли отслеживать. Здесь значимая обратная корреляционная связь между изменениями биологического возраста и динамикой атмосферного давления. значимые прямые корреляционные зависимости наблюдаются по отношению к таким средовым факторам, как температура, солнечная радиация, интенсивность солнечной радиации и эффективные температуры. Это очень важный момент, который позволяет более эффективно использовать модуль Гелиос, который разработали наши коллеги. уже для того мониторинга индивидуального, о котором мы говорили как система мониторирования в начале нашего вебинара. Теперь у каждого человека появляется возможность использовать это новое средство, эти новые устройства с программным дополнением для индивидуального мониторинга в конкретной обстановке, где он живет за степенью сопряжения к его систем и изменения геологии физических факторов. Опять-таки еще один слайд из коллекции наших коллег, показывающий я уже говорил о зависимости стрижения биологического возраста и тренда температур. Говоря о новых подходах к гипотезам стоения, мы не можем не привести еще некоторые данные. Это данные наших тоже московских коллег, о которых я уже говорил. Опять-таки оцениваются резервы биологического возраста с использованием по-другому обработанной воды, условно названной кристаллографической водой. Опять-таки с использованием этой системы показано, что система позитивно реагирует в надежде на такой антиэйджинговый тренд, который ей предоставит вода. Опять-таки по данным этих коллег очень серьезно изменяется оксидационно-редукционный потенциал обработанной воды, как следует этого графика. Опять-таки обращаюсь к данным московских других уже коллег. Это доктора Кончаренко и доктора Захарова, которые говорят о новом факторе резонансных взаимодействий геологии физических факторов и так называемой кавитационной энергии, которая может совпадать или не совпадать с многочисленными частотно-резонансными характеристиками Вселенной, ближнего космоса, если или Вселенной, и которая по их данным может существенно влиять на скорость старения. Кого заинтересуют эти данные, можно обратиться к первоисточникам. Они опубликованы на сайте нашего института в Pre-Conference Workshop, который состоялся 25 декабря прошлого года и был посвящен как раз рассмотрению с разных позиций проблемы гелио- гео-экологического жизни и обеспечения человека в эпоху космопланетарных перемен. Дальше мы покидаем англоязычную часть нашей презентации и вы сейчас увидите то, о чем пока мало кто знает. И мы не позволили себе сделать даже такой анонс, как абсолютный ноу-хау МНИК. Это фрагмент как раз доклада нашего коллеги, который прозвучал на про конференц форкшоп 25 декабря в нашем институте. Он посвящен был посвящен феномену изменений детектируемой концентрации ДНК в водном растворе при свете голографическом воздействии георопротекторной голограммы ИХРАМ. Вот что такое ИХРАМ. Если я вам сейчас покажу что такое ИХРАМ, вы увидите вот эта голограмма индивидуальный хронорезонатор. Она настраивается на конкретного человека, который изображен на данной голограмме. Она настраивается таким образом, чтобы изменить тренд соотношений его метаболических процессов на данном этапе жизни и воздействующих солнечных факторов. Я опять-таки не буду говорить в чем естественно суть нохау, но вот такая голограмма ИХРАМ, она и подвергалась испытанию на новой модели. Эта отражательная голограмма содержит очень важную физиологическую информацию об интенсивности солнечных корпускулярно- волновых потоков за 22 года. Это полный солнечный цикл. Мы позволили себе в обратную сторону развернуть динамику солнечных энергий за 22 года, развернули ее в обратную с 2012 по 1990 год. Кроме того, эта голограмма с использованием нашего патента, который здесь указан, позволила ввести кодовую информацию о конкретных лучших геропротекторах, умедляющих старение, которые на данный момент известны. Это не лекарственные средства. Мы с вами, когда говорили об эксперименте с крысами, упоминали голограмму с тестостероном. Здесь были другие реальные геропротекторы, содержащие антиоксиданты, и вместе с такой обратной разверткой солнца, была введена информация о этих геропротекторах. Была поставлена следующая цель оценить биологическую активность этого ихрана, этой геропротекторной галограммы, с позиции возможных молекулярно-биологических изменений в конкретном субстрате ДНК, которые инициировались отраженными от голограммы световыми потоками. При этом ставились три конкретных современных задачи. Получение препаратов ДНК и приготовление оликвод их водных растворов. Проведение экспозиции опытных образцов водных растворов ДНК светом, отраженным от геропротекторной галограммы и анализ концентрации, то бишь количество ДНК в опытных и контрольных образцах. Здесь нужно сделать очень важную ремарку, которая заставляет важный элемент, позволяющий оценивать эти результаты. Все это исследование и дизайн проходило в моделированном пространстве Козыева. Об этом пространстве мы с вами будем говорить особо на заключительном пятом вебинаре. Но не могу не упомянуть, что важным условием реализации поставленных задач было то, что процессы обмена происходили в той сведе, которая допускала ослабление причинно-следственных взятных отношений в ходе каких-то фазовых переходов и которая допускала по Козыреву в том, что прошлое и будущее присутствуют настоящим. Подробно мы будем это рассматривать на заключительном июньском пятом семинаре. В данном случае, поскольку я взялся доложить вам очень важные результаты этого фаза момента работа, мы показываем, что для точной оценки количества ДНК в водных растворах экспериментальных и опытных образцов применялся метод количественной полимеразной цепной реакции, известной многим ПЦР. Здесь представлена общая схема проведения исследований. Вот образцы растворов специфичной и неспецифичной ДНК. Были многократных повторов сделаны. Они подвергались экспозиции цветом, который отражался от той голограммы, которую я так многих заинтриговал, индивидуальный хронорезонант. Обработка проходила в течение 90 минут. Дальше оценивался динамика ПЦР и то, что я уже сказал, в качестве важнейшей ремарки экспозиция осуществлялась в горизонтальных зеркалах козы. Что же мы получили? Получили первые, но очень с нашей точки зрения важные результаты. Вот мы видим на гистограмме два столбика. Красный это экспериментальные данные. Менее контроль не очень выигрышно показан менее видными синими столбиками, но мы видим, насколько почти в два раза в этом эксперименте концентрация по линии 1 отличалась от контроля. Что это могло бы означать с нашей точки зрения. Поскольку эта голограмма записывалась с ДНК содержащих субстратов, то вероятно, что повышение концентрации не специфичны в сложных терминах, высоко представленной в различных живых системах ДНК на фоне отсутствия данного эффекта в случае растворов специфичны ДНК. Для нас это очень важная логика. специфичная ДНК и не специфичная ДНК. Вот специфичная ДНК не представлена практически в живых системах. То есть мы показываем различие реакции на эту информацию, переотраженной от голограммы и храм для живых систем. Мы допускаем, что дополнительное количество детектированной ДНК в растворе. То есть красный столбик на прошлой голограмме показывает увеличение откуда-то взявшейся неизвестно откуда ДНК. Я утреваю. Вот дополнительное количество детектируемой ДНК в растворе обусловлено именно ее в кавычках привнесением из голограммы и хран, а не условным размножением исходной ДНК в поверхности. Первое сообщение об этом было сделано, как я вам говорил, в Новосибирске на базе нашего института на прей-конференц форкшоп, который состоялся в декабре прошлого года. Обращаясь к заинтересованной аудитории, мы хотели бы сделать акцент на том, что полученные нами результаты очень близки и, в самом случае, соотносятся с работами лауреата Нобелевской премии Лёка Монтенье, который известен большинству в этом дископении в области физиологии. Под действием внешних электромагнитных сигналов возникают, мы допускаем, возникают водные информационные импринты, в кавычки, которые могут проявлять свойства ДНК, структура которой зависит от, в кавычках, информационного донора, в данном случае от запечатленных кодовых сигналов в голограмме ИХРАН, которая позиционируется как один из мощнейших индивидуальных геропротекторов, замедляющих старение. Геропротекторная голограмма может выступать в роли информационного донора, а ее воздействие на живые системы человека может быть опосредовано через их водный матрикс, то есть через нашу внутриклеточную воду. Особенно если мы будем использовать для людей, которые напрямую зависимы от солнечной активности, будем использовать гелио- геропротекторный водный скафандр. В завершение сегодняшнего сообщения я вам в качестве анонса представлю ту программу, которую будем в деталях разбирать на нашем следующем вебинаре, который состоится 27 мая. Была разработана программа, которая использует весь комплекс наших технологий, которые будем детально разбирать на следующем вебинаре, которая посвящена созданию сети геоэкологических гелио- геропротекторных реакционных центров под условным названием Stop Time. Время остановись, по Козыреву это вполне реально. Актуальность несомненна. Я просто в качестве тезиса скажу, что по данным лаборатории гелио- климатопатологии, которой я руководил до 2010 года, высокая солнечная активность в период внутриутробной жизни человека уменьшает вероятность его долгожительства и увеличивает риски развития гелио- зависимых заболеваний. На фактах представленных ранее мы попытались в этом разобраться с использованием программы ГЕЛИОС. Отталкиваясь и зная этот тезис как доказательный тезис уже, нам кажется, что многие места на нашей планете с их уникальными геологи-физическими и климатическими условиями и культурно-историческими объектами привлекают для отдыха, восстановления здоровья профилактики большое количество людей из разных стран. Они идут к Солнцу, которое более интенсивно в этих странах, и невзирая на те риски развития скорости старения, которые несут. И эти риски запускаются в этих прекрасных местах. Так вот, этому должна быть противопоставлена новая структура центров, которая бы защитила этих людей, особенно в местах безлюбленного солнцебильного отдыха. Этому во многом и посвящена программа создания таких центров в ТОП-ТАЙМе. Детально обсуждать эту программу, как я сказал, мы будем на нашем следующем вебинаре. Но я хочу сказать о том тезисе, за который готов отвечать. Замедлить скорость старения организма для людей, которые оказываются гелево зависимыми, возможно прибавить к жизненному запасу за один месяц рекреационного отдыха и лечения с использованием новых гелио-геропротекторных технологий от полутора до двух лет земной жизни. Помните, я вам говорил о крысах, которые уже были в преклонном возрасте. Так вот, те, которые пили нашу воду и испытывали светоголографические процедуры, они прожили на два месяца больше, чем их контрольные сверстники. Крысиная жизнь напомню максимум два года. За три недели работы с крысами они прибавили себе два месяца. Если эту пропорцию перенести на среднюю продолжительность жизни человека, то окажется, что явно есть за что бороться с использованием комплекса тех технологий, которые предлагает программа Stop Time. детально об этих технологиях мы будем говорить на нашем следующем вебинаре. Уважаемые коллеги, я благодарю вас за внимание, хочу пригласить вас к возможному обсуждению, задавать вопросы, ну и, конечно, к продолжению на наш следующий вебинар, который планируется 27 мая. Еще раз спасибо. Так, я вижу вопрос Марины, очень полезный человек. Готов ответить на этот вопрос? Важнейший вопрос. Мы начинали свою исследовательскую деятельность, организовав Новосибирский, первый Сибирский центр магнитотерапии и магнитофилактики. Поскольку мы ученые, мы предложили новые технологии, мы убедились, что просто применять магниты без оценки индивидуальной магниточувствительности, но, мягко сказано, более чем опроведчиво, а более жестко говоря, рискованно. Потому что мы находимся в паутине электромагнитных полей, уровень индивидуальной чувствительности у нас различный, от низкого, среднего до высокого. И если мы используем дополнительный источник магнитных полей, магнитотерапии, то мы оказываем дополнительную нагрузку и с очень серьезными последствиями для нарушения электромагнитного гонострата. Моя точка зрения, что магнитотерапия, да даже более говоря, вся физиотерапия, которая при использовании электромагнитных процедилов, она пока не учитывает важнейших факторов индивидуальной чувствительности к электромагнитным полям и средовых факторов, которые мы пытались с вами разобрать сегодня. Без этого знания грамотно, современно развиваться физиотерапии и магнитотерапии просто невозможно. Мы пытаемся об этом говорить, но боюсь, что нас пока не очень слышат. И каждый получает по схеме придя в физиокабинет либо магнитопроцедуру, электромагнитную процедуру, и никто не знает, на кого обрушивается это электромагнитное поле сегодня, и что там за окном. Есть магнитное поле или нет, и так далее. Я не знаю, я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Марина. Дальше Марина заточняет магниты все одинаковые, как они могут быть разными по качеству воздействиям? Нет, они, конечно, не одинаковые. прежде всего, по уровню индукции, если говорить о самом важном факторе, уровень магнитной индукции он разный. И когда мы работали в своем центре, то мы располагали набором индукций от одного милитета до десятка и подбирали магнитные аппликации, если говорить об аппликаторах ALM в качестве воздействующего важного средства, индивидуально, исходя из индивидуальной магнитной системы. это первое. В нашем кабинете, как и в каждом кабинете физиотерапии, должно быть табло, которое показывает погоду космическую за окном. Есть магнитные боли, нет магнитной боли, солнечная кинезь, высокая милития. И теперь это можно сделать не через табло, а просто выйти на сайт космическая погода и убедиться, прежде всего, доктору-физиотерапевту, в каком режиме ему лучше работать в отношении к его пациенту. Способ определения индивидуальной магниточувствительности он также известен, нами разработан, он оформлен в виде методических рекомендаций, утвержденных в свое время еще не в правом России. Вопрос к тем физиотерапевтам, которые хотели работать грамотно, почему они не используют эти в тенни не в правом России методические рекомендации, чтобы повысить эффективность физиотерапевта. ориентирован цитур. Мы проводим диалог с Мариной. Вы спрашиваете о рекомендации профессора неумыватина о магнитах одного производителя. Тогда на этих производителей магнитов очень много. вы знаете, когда мы начинали этот цикл работ по магнитотропии, еще не было такого большого количества производителей. Были производители в Новочаркасске на магнитотроне. И очень важно понять, что производителей много, их стало наверное еще больше, но они спекулировали на рынок. То есть на рынок приводились продукты, но никто не говорил о том, кому и когда и как их можно применить. По нашим научным данным, которые известны в научной литературе, но к сожалению мало известны врачам, индивидуальная магниточастительница, о которой я говорил, в течение суток даже меняет. изменяется магнитная симметрия человека. Скажем, если в утренние часы мы отмечаем большую реактивность на дозированное магнитное воздействие слева, то в вечернее время уже изменяется преимущественный тип магниточастительности и наш пациент реагирует уже более правой стороной. Представьте, когда нам рекомендуют использовать либо магнитные браслеты, либо клипсы, ведь никто дальше не рекомендует когда, на сколько и когда, на какую руку хотя бы их можно применять. И поэтому, к сожалению, очень важное средство магнитотерапии, оно просто дезавуируется и компрометируется, потому что, как я не хочу повторяться, к сожалению, не учитываются важнейшие составляющие эффекта. Если говорить в принципе о типах магнитов, мы отдаем предпочтение магнитам разработки которых участвовал лауреат государственной премии Пейсер Александр Паламонович. Это гибкие эластичные магнитоносители, которые ранее выпускались в Рыбинске. Я не знаю, где они выпускаются сейчас, но мы еще обладаем запасом магнитоносителей. Это принципиально новый тип магнитоносителей. Вот было сказано, что магнитоносители одинаковые, нет. Они принципиально отличаются, потому что это многополюсные магниты. И на одном квадратном сантиметре этого эластичного магнитоносителя может быть до 100 пар магнитных полюсов. А в других случаях мы, как правило, имеем дело с уполюсными магнитами. Разные биоэффекты, разная глубина проникновения. Нас интересовали именно эти носители, поскольку нас интересовал аппарат восприятия магнитных полей. Я уже говорил раньше, что мы считаем, что такого рода неспецифическим рецептором природным являются точки акупунктуры, которые отвечают за опережающий прием электромагнитной информации, в том числе и при магнитных аппликациях. Один из наших способов, а также который прошел методическую оценку и выпущенные методические рекомендации, предусматривал воздействие точечными магнитными аппликаторами, изготовленными из этих эластичных магнитоносителей как раз на точке рефлексотерапии. И мы показали, что используя эти точечные магнитные аппликаторы на меридианы сердца, меридианы переката и меридианы желудка, известные для шахтерапевтов точки Е36, Е7, мы достигаем, если успеваем их поставить до начала магнитной бури, то мы выводим человека гипертоника из риска развития кризового состояния. Вот таким простым способом. Но для этого нужно знать индивидуальную магниточувствительность и оперативную гелиомагнитную обстановку, чтобы успеть до того, как буря разразилось. Обычно вы знаете, от вспышки на солнце до магнитной бури, у нас есть для этого резерв, для того, чтобы применить наше средство примерно двое суток. Вполне достаточно, чтобы сработать и защитить огромную армию жаждущих гипертоников, страждущих такой защиты. Вы спрашиваете, продолжая наш диалог, уже вступает диалог Раиса Михайлова про Алмак. Да, в рекламе мы можем говорить об заявках на эффективность этого устройства, имеющего непостоянное магнитное и переменное электромагнитное поле, но принцип остается те же самые. Если быть справедливыми и честными научно, то просто так применять, чтобы просто снять боль, это, конечно, хорошо. Иметь в своем запасе дома такой прибор. Ну, очевидно, в доме есть и компьютер. Загляните на сайт Космическая погода, вы можете узнать через ваши образовательные программы в Беокванте, выход на этот сайт, загляните на него, или используйте программу Гелиус, чтобы посмотреть, насколько вы соотноситесь, уже программу Аюрведа, Бедапульс, чтобы посмотреть, насколько вы именно индивидуально сопряжены с этими факторами. Вы вернете в компьютер, используете Гелиус, Ведапульс, и уже тогда решаете, можно вам применять в данный момент, когда идет, скажем, магнитная буря, алмаг, или нет. И это касается всего остального комплекса приборов. К сожалению, расхождение между предложением на рынке и научным медицинским сопровождением этих продуктов очень сильно остается. К большому срежу. так что пользоваться можно, но пользоваться лучше с умом и подстраховываясь, когда применять тот или иной прибор, как источник электромагнитных полей. К сожалению, производители, очевидно, не обладают всей полнотой этой информации, иначе бы они помогли сориентироваться. Любой источник электромагнитного поля должен соизмеряться с индивидуальной магноточувствительностью и с той обстановкой за окном, которую мы называем космической погодой. И тогда все станет на метр. Я так понимаю, что вопросов больше нет. Я хочу еще раз поблагодарить вас за внимание, за тот интерес, который проявился в вопросах. И надеюсь до новых встреч, успехов на путях геоэкологического образования, так важного для всей медицины, для всего нашего населения, чтобы выжить в этих очень непростых космопланетарных условиях. Еще раз благодарю вас. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok